добрый день вашему вниманию хочу представить видео обзор замков на калитку вот первым хочется показать но это самые популярные замки так мы их называем 2369 там фаслок вот в данном случае atis он имеет особенность в том что от подобных ему замков что ключ блокирует кнопку сейчас она открывает до замок он можете заблокировать он не будет кнопка не будет открывать замок и он может заблокировать в открытом положении и замок не будет закрываться это на самом деле для китайских замков не у всех хотя итальянские чизы уже давно такой выпускают значит принцип действия замка прост один из ригелей упирается в косяк двери то есть он нажат и замок открывается благодаря вот этому усилию зажатия это как бы ну такая популярная распространенная конструкция вот первым делом его покажем следующий замок я уже упомянул итальянский замок чизовский все то же самое только более качественное исполнение более качественный замок вот вот такой вот личинка и у этого и у чизовского замка у всех одинаковая наподобие вот такой личинки стоит отметить что личинка устанавливается на дверь с обратной стороны закрепляется вот эту личинку достаточно проблематично установить на тонкие профильные двери ну когда из тонкого железа сделано и просто некуда установить но итальянских замков чизовских есть замок где личинка жестко прикреплена вот эту часть ну по идее как-то клиенты говорят можно сократить там видимо откручиваются два винта и она просто отпиливается аккуратно достаточно сложно сделать но можно вот такой замок тот же принцип открывается также все достаточно хорошо качественный замок стоит вот обратить внимание на чизовский это серия 11931 как я говорю здесь ригель утапливается упирается в косяк двери и это не всегда может быть хорошо есть замок он моторный вот в данном случае это аккордовский ну китайцы выпускают аккордовский замок от ель 201 здесь роль вот этого взводного механизма играет датчик на магнит и ответная часть имеет магнитика это датчик и соответственно замок будет управляться с помощью магнита здесь выезжать сам двигатель и заезжать обратно здесь немножечко другая схема подключения и нельзя подключить напрямую к домофону используя там тот же бустер нужен обязательно отдельный источник питания также хочется отметить про замки чиза немножечко назад вернуться что к ним но они более дорогие да и к ним идет в поставку еще накладка чтобы с внешней стороны не портить косяк двери но на многие двери она подходит и упрощает установку и вот стоит из-за этого брать замки чизовский которые открываются наружу они очень удобно дальше из накладных замков достаточно популярная конструкция это поле замки взял врезной вот накладной замочек принцип работы тот же абсолютно кнопка выхода очень мягко открывается закрывается у нее свои особенности там связанные с утапливанием ригеля он должен закрываться полностью нажимаясь ну или там три миллиметра если вы закроете замок вот так ну там есть какие-то такие положения в при которых он не может открыться зная это можно просто хорошо поставить самок и и он будет правильно служить производитель пожизненную гарантию на него дает ну пока работает производитель и пока можно купить эти замки по накладным замка стоит отметить итальянский замок он достаточно габаритный да по сравнению с теми замками но это самый надежный качественный замок он ставится его проще всего поставить на дверь открывающуюся вовнутрь основной особенность в том что вот эта часть достаточно большая да и не на все двери можно поставить вторая вещь из-за чего нельзя поставить что на дверь открывающуюся наружу замок надо ставить на косяк двери косяк двери не всегда вот такой большой поэтому вот если его можно поставить на вашу дверь я бы рекомендовал именно его да он чуть дороже чем все остальные но он стоит того это самый надежный качественный замок самый большой крепкий дальше из-за накладных замков осталось упомянуть нам замки вот бисби 1 в это замок который имеет ручной взвод он не похож на все остальные замки перед выходом нужно будет завести замок захлопнуть дверь просто захлопнуть и дверь откроется только при подаче напряжения с внешней стороны нет ни личинок ничего вот это накладной замок достаточно удобный хорошая модель крепкая надежная и есть аналогично с замками где один взводной другой другой испирающий ригель вот такая же модель с двумя ригелями дальше по врезным замком уже в кадре мелькал тоже тот же полис и из врезных замков его бы рекомендовал у полиса есть модель жаль сейчас не взял длинная тонкая и эту модель можно установить тонкие профильные двери ну допустим четыре на два профиль да и туда замок влезет это вот полис на один из немногих это врезной замок раз полис дальше врезные замки как я говорю этот безбит 1в да это одна ригельный и есть еще 2 ригельный вот он 2 ригельный замочек по механическим замкам верно все больше то и нечего предложить есть замки еще врезные чизовские но я бы их не рекомендовал на на калитку дальше есть он другой принцип работы имеет он не запирает он примагничивать в подъезде такие обычно ставят это магнитный замок он нормально открыто это всегда должен быть напряжением но рекомендую его ставить на калитке потому что достаточно надежный не зависит совершенно там при морозе и тут в воде просто негде задержаться он всегда работает он немножечко подогревается данным греется немножко и с него там лед вода снимается закрывается и и в головолед и снег вот стоит рассмотреть у нас есть комплект магнитного замка на калитку дальше стоит рассмотреть электро защелка маленькая компактная и принцип работы у нее совершенно другой не отлично от этих всех замков эта защелка устанавливается на косяк двери это во многих случаях удобно тем что тем что провод не надо там вести гибкий переход ставить замок закрывается это любая ответная часть изнутри может быть тут ручка с наружу с внешней стороны ничего не должно быть соответственно открывается тоже только электрикой ну или ключом может быть с внешней стороны открытия вот такой замочек соответственно закрылся и когда открытие происходит вот эта часть утапливается точнее ну вы когда тянете на себя дверь она утапливается и ригель спокойно выходит вот тоже в профильные в профиль там 4 на 2 он влезает замок и стоит рассмотреть как бы производителям напрямую не сказано что его можно устанавливать на калитке нужен многие клиенты его поставили и вполне хорошо работает остался последний замок который ставят на калитке потому что он очень маленький и компактный некоторые калитки только его и только этот замок можно на них поставить это шрифт 3w техническая рекомендация к этому техническое описание этого замка и технические характеристики не говорят что его нельзя поставить но как показывает практика он даст вот этот механизм достаточно тонкий при попадании сюда воды он замерзает и перестает работать и вот ломает этот язычок или там что-то внутри все-таки его последним делал вот в некоторых случаях все равно стоит рассматривать вот в принципе все замочки наши